Вопросы и результаты взаимодействия институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики Карачаева-Черкесии обсуждались в общественной палате республики. За округлым столом региональных докладчиков выслушали гости из Москвы, члены президиума совета при президенте России по межнациональным отношениям. Владимир Зорин и его коллега, заместитель руководителя федерального агентства по делам национальностей Фатима Даурова подробнее. Председатель общественной палаты Карачаева-Черкесии Вера Молдаванова в приветственном выступлении отметила консолидацию всех общественных организаций республики в весьма сложный период пандемии. Единым фронтом институты гражданского общества выступили в борьбе против вируса и в оказании помощи нуждающимся. Общественные и религиозные организации, благотворительные фонды, автономные некоммерческие организации, частные учреждения, ассоциации республики, отражающие в своей деятельности многообразие общественных интересов, активно включились в сферу оказания общественно нужных услуг в период пандемии. Примеров такой деятельности в республике великое множество. От организации пошивочного участка по изготовлению медицинских масок в первые дни пандемии, организованной членом общественной палаты республики Кургинян Гарик Норисовичем, до создания ассоциации НКО и благотворительных фондов по оказанию социальной помощи нуждающимся жителям старшего возраста и потерявшим работу в этот период. Одним из самых главных и приоритетных вопросов национальной политики республики остается согласование интересов различных этнических групп, гармонизация межнациональных отношений. Член Президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям Владимир Зорин подчеркнул, что не случайно Карачаево-Черкесия становится местом проведения общефедеральных мероприятий. Эксперты констатируют здесь спокойную межнациональную, межрелигиозную и государственно-религиозные отношения, что здесь есть определенный набор позитивных практик на реализациях тех задач, над которыми мы работаем в области стратегии государственной национальной политики. А самое главное, существует такое хорошее деловое сотрудничество между основными акторами национальной политики. Это власть у разных уровней, это общественная палата институтами гражданского общества и экспертным сообществом. Встречи такого формата, где объективно, откровенно и по-деловому обсуждаются вопросы над тем, как сделать позитивные процессы, которые происходят сегодня в стране в области межнациональных отношений необратимыми, должны проходить как можно чаще, считает Владимир Зорин. О механизмах влияния работы общественных организаций республики и их взаимодействию с государственными органами власти рассказала член экспертной группы общественной палаты Карачаева-Черкесии Елена Щербина. Они принимают участие как в определении задач государственной национальной политики, реализуемой на региональном уровне, так и в решении этих задач. Они являются участниками мероприятий, всех мероприятий, которые проходят на территории республики. С другой стороны, общественные организации, они могут не влиять и на решение государственных органов власти, имея свои механизмы влияния на принятие органами власти решения в сфере национальной политики. И это, наверное, тот фундамент, о котором необходимо говорить и отметить, что в Карачаево-Черкесии этот фундамент уже является устоявшимся. Участники Круглого стола сошлись в едином мнении продолжать активную работу в реализации государственной национальной политики с повышением роли и ответственности общественных советов и организаций республики. Фатима Даурова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия.